Ну что, всем привет! Июнь на дворе стоит пекло, мы находимся в Паттайе, в районе на Джамтьен. Сегодня говорим с вами о проекте от компании Blue Sky Group, который называется Ocean Horizon. Поэтому все готовы, мотор, камера, let's go! Сразу проект находится у нас прямо на пляжной линии, рядом с отелем Pinnacle, и буквально, наверное, в 50-60 метрах от Alexa Beach. До этого, буквально месяц назад, даже это место называлось Кафе Дель Мар. Но я не знаю, почему его переименовали. В общем, это Beach Club, клуб, который находится прямо на пляже. Мы сейчас, собственно, на территории и находимся. Здесь играет очень приятная музыка, хочется пойти коктейльчик выпить. Но нельзя, мы на работе. Мы сейчас находимся прямо на пляже, который будет относиться к этому проекту. Также здесь будет стоять Beach Club, то есть похожее место на Alexa, но чуть более потише, более спокойное. И здесь будут располагаться доски. И для виндсерфинга, и просто для катания будут каяки, маленькие лодки. Буквально здесь 300-400 метров, если по пляжу пройти, там есть кафе в Юморе. И в этом кафе есть школы виндсерфинга. И вот вы видите, я надеюсь, камера все-таки это передаст. Вон 4-5 парусов я насчитал. Ребята катаются на досках, кто-то просто катается здесь. И либо люди просто встают на лодке и с веслами плавают. Ну, в общем, отдохнуть можно. Вон, старичок сейчас исполнит. Пока идем к шоуруму, я бы в двух словах рассказал о локации. Что находится рядышком? Отель Pinnacle. Неплохой отель со своей зоной бунгало. Чуть дальше, если мы пройдем еще 150 метров, там будет проект, про который мы много снимали, о котором много говорили. Это проект Вейл Марина, комплекс со своим причалом. Также по локации, помимо того, что здесь Alexa Club, помимо того, что отель Pinnacle и Вейл, здесь еще рядышком есть два очень крутых ресторана. Это Glass House и Bacca Beach. Один из них тайская кухня, вторая итальянская с огромной винотекой. Также по соседству здесь есть вот такой дом. Это Pine Shore Condo. Очень клевый проект. Здесь то ли 6, то ли 7 этажей, не хочу сейчас даже считать. Но что я самое интересное для себя почерпнул с этого проекта, то что здесь всего 13 квартир. На весь дом всего 13. Здесь огромные квартиры, там по 150, по 220 квадратов. Ну и ценник тут тоже солидный, там от 11, от 13 миллионов. Так что соседство здесь неплохое. Если мы с вами поедем туда в сторону Амбассадора, еще по пляжу метров 700, то мы попадем с вами на проект Гранд Флорида. От этого же застройщика мы сегодня, кстати, во Флориду заедем, но это чуть позже. В общем, сейчас все развитие в городе происходит только здесь, в районе Наджамтьен. Потому что только здесь осталась земля на первой береговой линии. Ну что, шоурум. Мы до него добрались. Идем смотреть квартиры. Итак, этот проект у нас находится на первоначальных этапах. То есть сейчас у застройщика буквально неделю назад закончили шоурумы, сделали квартиры, но еще не дошел макет. Макет будет только через пару месяцев, поэтому мы не стали ждать. И решили отснять ролик сейчас, пока еще стартовая цена. И поэтому по проекту, по локациям мы поговорим вот так вот в виде бумаг. По местоположению. Эта карта. В красном отмечена территория проекта. Мы сейчас с вами находимся вот здесь. Пляж мы снимали вот здесь, серферов. А вот здесь, вот территория. Это Alexa Beach. Это тот пляжный клуб, с которого мы начали. Прошли вот 50 метров. Сейчас находимся здесь. Проект огромный, 27 тысяч квадратных метров. Вот здесь у нас расположен отель Pinnacle. А вот здесь один из самых дорогих вилловых поселков, который называется Viewtelay Marina. Здесь дома. У них есть выход на канал. Здесь вот так вот канал идет природный. И дома, например, которые расположены там на непосредственно канале, они идут от 1 до 5 миллионов долларов. То есть очень дорогой вилловый поселок. Также, чтобы вас сориентировать, вот это белое здание, это Pine Shore. Тот дом в 13 квартир всего, который только что видели. И вот прямо за ним здесь на пляжной линии расположены те два ресторана, про которые тоже сказал там Glass House и Bacca Beach. Проект Vail Marina. Вот он расположен. Его даже вот видно отсюда. Начинается здание С, пошло Б и А. Я так ушел канал. Вот. Это местоположение. Теперь сам проект. Проект будет расположен вот таким образом. Мы сейчас с вами находимся вот здесь, поближе к морю. То есть здесь у нас вот уже бич-фронт. Вся территория огорожена. Понятно, что охрана, видеонаблюдение, бассейны. Я думаю, что это не первое видео, которое вы смотрите на нашем канале. И вы уже запомнили, что в каждом проекте есть инфраструктура. Она в бесплатном пользовании для всех жильцов. Просто у всех она выглядит чуть по-разному. Здесь все то же самое. Огромная акватория, внутренний бассейн с детскими неглубокими зонами. Вот для детей специально выделено. Здесь будет специально зонированный бассейн. Здесь будет имитация. Искусственная волна идет. И здесь будет расположено три клубных дома. Один, второй. И вот здесь, прямо на пляжной линии, третий. Вот третий будет именно как бич-клаб. То есть это вот по типу как Alexa Beach. Вот в этих двух будет расположены спортзалы, сауны, игровые комнаты, детские комнаты. В общем, по типу все то, что сделали во Флориде. Куда мы сейчас поедем, покажем вам. Сам проект начинаем строить только в этом году. Буквально через пару месяцев. И строительство будет идти до третьего квартала 2022 года. То есть практически три года. Вот. Но коли мы находимся в шоуруме, начнем знакомиться с проектом, с квартир. Ну что, по традиции начинаем с самой маленькой квартиры. Со студии 25 квадратов. Естественно, все будет с мебелью и техникой. Блюскай все свои проекты так сдавали. Что могу сказать сразу? Похоже по декорациям, по эргономике, по цветовой гамме. Очень похоже на Флориду. Все тоже светлое. Есть такие вставки с блестяшками. Но меня, например, это вообще никак не раздражает. Я не могу сказать, что здесь какой-то перебор идет с дизайном. Вполне выдержанно. Ладно, прогуляемся чуть-чуть по этим бескрайним 25 квадратам. Здесь у нас шкаф. Санки свои спрятать. Кухня. Любим мы ящички пооткрывать. Все с доводчиками, пожалуйста. Место под стиральную машинку в студии будет на балконе, а в других квартирах. Прямо в квартире будет. Душ красивый. Сантехника очень красивая. Ну, по студии я не знаю, что рассказывать. Стандартная квартира с небольшой площадью. Самое интересное у нас впереди. Там есть квартирки с бассейнами и с джакузи. Поэтому давайте лучше к ним двигаться. Сразу. Здесь примеров квартир много. Много разных планировок. Мы их сейчас все будем смотреть. Поэтому по ценам сразу. Студия. Естественно, это самая недорогая квартира в проекте. 25 квадратов. Старт у нас будет 2 миллиона 600 тысяч бат. Как это будет в виде рассрочки выглядеть? В самом конце поговорим. Но просто по цифрам сразу. 2 600. Здесь 35 квадратов. 3 500. Старт. Гуляем. Стандартная планировка. Ничего вы здесь сверхъестественного не увидите. Зал объединенный с кухней. Небольшой балкон. И спальня. Опять же, похоже на Флориду. Раздвижная система идет. У меня, если честно, такое решение нравится больше. Нежели когда ставят обычные двери. Обычные двери очень много пространства завирают. Как всегда, Blue Sky делает раздельный санузел. Хотя в Таиланде всегда это одно помещение. Но Blue Sky упорно продолжает это помещение разделять на две зоны. Ну, правильно или нет, решать уже вам. Но факт есть факт. Здесь у нас гардероб вынесен. Я долгое время жил в квартире. Причем в квартире подобной планировки. У меня было 33 квадратных метра односпальная. Вполне пригодная для жизни квартира. Понятно, что тесновато. Но когда живешь один или даже пары, этого более чем хватает. Я сейчас просто, находясь здесь, вспомнил все то пространство, которое у меня было раньше. Сейчас заплачу от ностальгии. Пошла какая-то мода на вот такой цвет. Мы недавно снимали карнавал. Буквально полтора месяца назад. И вот сейчас приходим сюда. Здесь опять аквамариновый диван. Это какая-то фишка пошла в мебели. Это тренд сезона. Но я не секу. Книжечка. Пожалуйста, Битлз. Все здесь. Джон Леннон. Боярский. Шутка, не боярский. Ну и здесь у нас балкончик. Что у нас на балконе? На балконе вообще должно быть место под установку стиральной машинки. Вот здесь. Ну, стандартно, как во многих других проектах в Таиланде. Так, 35 квадратов, 3 500 закончили. Пошли в квартиры побольше. Это у нас односпальная квартира, 52 квадрата. Такие есть только на втором этаже. И они отличаются от всех остальных тем, что у них есть своя небольшая веранда и свое джакузи. Сейчас покажем. Так, пока смотрим жилую площадь. Здесь у нас стиральная машинка установлена. Шкафы. Встроенная микроволновка с функцией духовки. Все в шкафчиках, холодильник. Все мебель с доводчиками по стандарту. Так, пока что все обычно. Обычный one-bedroom. Здесь, естественно, будут стоять двери. Вы помните, что в шоу-румах двери не ставят. Кровать. Можно здесь будет шаль повесить. И будет у вас кровать, как у Шахерезада. Опять двери раскладные. Точнее, разбежные. Ну и стандартно. Санузел. Мне так нравится плитка, которую здесь они использовали. Она даже на ощупь приятная. Я не знаю, правда, как это будет мыться. Насколько она маркая. Но выглядит красиво. Здесь еще один шкаф. Наверное, здесь под всякие украшения, под часы. Ну ладно. Пока one-bedroom, да и one-bedroom. В чем, собственно, его отличие от всех остальных. А вот в чем. Здесь есть свое джакузи. Такие квартиры, они идут на втором этаже. Имеют внешний и внутренний вид. То есть у вас здесь будет вид либо на бассейн, либо на внешнюю сторону. Два входа. Один с зала. И один прямо из спальни. Но помимо того, что здесь есть еще джакузи, есть еще свой красивый балкон с маленькой верандой. Балкон. Здесь же у нас находится пульт управления джакузи. Настраивается мощность, режимы работы. Отключается, выключается. Стоят предохранители. Также этот балкон отличается от того, что есть небольшая зона для посадки. Чего-то здесь в эти клумбы можно посадить свою какую-то зелень, посадить цветы. Цена на такое удовольствие ни много ни мало 7 миллионов бат. Это уже с учетом всех скидок и на текущем этапе. 7 миллионов за 52 квадрата. На мой скромный взгляд, не самая рациональная покупка. Уж лучше добавить миллион и купить в этом же проекте 2 bedroom. Либо взять там 2 квартиры поменьше, если вы рассматриваете под сдачу. Но именно 7 миллионов только за то, что у тебя есть джакузи и за то, что у тебя есть сад, мини-сад. Ну, решайте сами. Пошли смотреть 2 bedroom. Это у нас двухспальная квартира. 2 bedroom в 63 квадрата. Нестандартная кухня. Сделали ее в виде буквы P. Но мне такие решения больше нравятся, нежели когда делают просто вдоль стены. Мне кажется, более компактно. Порезал все, что надо. Вот тебе все ящички для ножей, для вилок, для всех приборов. Повернулся, сготовил, запек, помыл. Мне кажется, более удобно даже просто как рабочее пространство. И места гораздо меньше занимает. За кухню 100% лайк. Здесь, опять же, наша любимая стиральная машина. Шкафчики, встроенный холодильник и зал. Зал с нашими любимыми аквамариновыми диванами. Восстановили здесь какую-то красивую систему мультимедиа. Но я не думаю, что она входит в стоимость. Но, тем не менее, штука очень удобная. Опять же, это 2 bedroom с небольшой верандой и со своим джакузи. В джакузи, кстати, сейчас работает подсветка. Но не увидим мы, потому что сейчас день. Так, это у нас был the balcony. Он же балкон. 2 bedroom у нас с двумя туалетами идет. Туалет, раковина, душевая. Здесь маленькая спальня. Казалось бы, что это за комната. Вот тут японские технологии. Понятно, что сейчас вам, наверное, будет жестко спать. Естественно, здесь будет матрас, встроенные шкафы. Не захотели, видимо, застройщики делать один большой one bedroom. Подумали, что эту площадь будет более грамотно разделить на 2 комнаты. Но, наверное, в этом случае это более грамотное решение, нежели в 52 квадрата. Потому что есть у нас проекты, очень много проектов в ПТЕ, где даже в 50 квадратных метров, а даже и в 44 умудряются впихнуть 2 спальни. То есть делать из этой квартиры трехкомнатную. Здесь 63 квадрата, поэтому... В принципе, сойдет. Ладно, идем смотреть мастер-бедрум. Естественно, будут двери. Не забываем про них. Мастер-бедрум стандартный. Ничего сверхъестественного. Все то же самое. Наши любимые раскладные двери. Санузел. И гардероб. Начинается самое интересное. 65 квадратов. One bedroom. На первом этаже. Сразу смотрите здесь, какие у нас потолки. Потолки, ни много, ни мало, 3,5 метра на первом этаже. Здесь вообще в проекте будет 8 семиэтажных зданий. По 23 метра каждые. Вот. И первый этаж идет по 3,5 метра. А следующий уже по 2,75, если я не ошибаюсь. На первом этаже совсем другие кондиционеры. Здесь они встроенные. Здесь чуть-чуть по-другому выглядят выключатели. Как я люблю вот эти сенсорные штуки баловаться. Не знаю, конечно, насколько это надежная система, как долго она прослужит. Но выглядит это 100% стильно. Ребятки идут с ногу со временем. Здесь у нас телевизор. И еще в квартирах на первом этаже установлена система «Умный дом» с голосовым управлением. Она работает на андроиде. У меня просто другой телефон, у меня не андроид. Поэтому даже подключиться не могу. Но говорят, что можно будет управлять электроникой через свой телефон. В последнее время, кстати, часто сталкиваемся с подобным ноу-хау в проектах. Опять же, прогресс не стоит на месте. Как вы уже успели подглядеть, здесь тоже есть бассейн. Мы сейчас сюда зайдем. Закончим со спальней. На первом этаже есть еще одно отличие. Здесь в квартирах установлена система по типу, как мы на днях снимали в Бангкоке. Здесь у нас такая штучка. Так, начинаем баловаться. Давай обратно. Сейчас, секундочку. Температуры, вентиляторы, крышки. В общем, пошел определенно в мире какой-то фетиш на такие гаджеты. Ну ладно, пусть будет. Душевая все то же самое, как и в других. Здесь основное отличие – это система голосового управления, другие выключатели сенсорные и вот эти гаджеты в туалетах. Квартиры на первом этаже, которые имеют вид на внешнюю сторону. У них есть свой маленький дворик. Здесь можно поставить мебель, какую-то мягкую сделать, маленькую зону отдыха. А здесь находится джакузи. Как видите, оно намного больше. Я думаю, в 3,5, может быть, даже в 4 раза больше, чем мы только что видели. Уже здесь можно, ну, как минимум, вдвоем даже просто посидеть, выпить бокал шампанского, справить свой вечер. На мой взгляд, это более рациональная покупка, нежели тот ванн-бэдрум в 52 квадрата. При условии, что разница здесь будет 2 миллиона. Вот квартира, которую мы только что посмотрели, предыдущий ту-бэдрум. Вот этот ванн-бэдрум. И следующая планировка. У них у всех примерно одинаковая цена. Старт будет от 9,5 до 10,5 миллионов бат, в зависимости от вида, ну, естественно, от площади. Последние хоромы на сегодня 78 квадратов, 2 спальни. Кухня, все то же самое. Опять это буква П. Здесь все то же самое. Разница в чем? Больше зал. Видите, он более вытянутый. В джакузи веранда находится здесь. Сейчас мы сюда обязательно дойдем. Спальня. Идем смотреть спальню. Просто не могу я перестать баловаться всеми этими ноу-хау. Опять маленькая спальня. Здесь вот наставили уже штучку. Пусть пока так будет. Здесь еще один выход на веранду. Идем в мастер-бэдрум. Что-то тут очень сильно кричит. Думаем, что кричит. Тут установлен маленький экран в зеркале. Уставляется флеш-карта. Можно какие-то видео смотреть. Поставить фотографии своей семьи. Такой первый раз вижу, 100%. Видел очень много подобных систем в лифтах. В Бангкоке и других городах. Но что в квартире, первый раз. Вот этот ноу-хау я уже знаю. Я уже homo sapiens. Смотри, оба. Такой свет. Такой. Все, просто для бьюти-блогеров это лучшая ванна, 100%. Еще для бьюти-блога берем этот пульт для управления туалетом. Все, бомба. Душевая, все как везде. У меня на зеркала вот эти с кнопочками. 100% мои любимые. Так, ну и шкаф. Все стандартом. И последний момент, это то, что здесь тоже из мастер-бэдрума выход прямо в джакузи. Поэтому проснулись, потянулись и прыгнули в джакузи. Так, ну вот она веранда. Раз вход. Вход со второй спальни. И здесь третий вход из зала. Чуть-чуть уже побольше территория. Ну, а джакузи примерно таких же размеров. Но на мой взгляд, это самая удачная планировка из больших квартир. То есть, мы сейчас не говорим про студии, про ванн-бэдрумы. Это вообще там не обсуждается. Это, в принципе, самые универсальные планировки в Таиланде, вне зависимости от проекта. А вот из больших квартир, на мой взгляд, это самое удачное. Опять же, напомню, по цене от 9,5 до 10,5 в зависимости от планировки и этажа. Как выглядит рассрочка? Естественно, для всех квартир все одинаково. Или студия, или ту-бэдрум. График будет следующий. Первый – это депозит 50 тысяч бат. На этот момент квартира фиксируется в цене, вычеркивается из прайсов. Далее, в течение месяца идет оплата 30% минус несенный депозит. Следующие 30% разбиваются на срок строительства. Вы, я думаю, уже запомнили, что рассрочка в Таиланде, она имеет, конечно, свой график, но всегда оговаривается с клиентом. Поэтому график вы сформируете сами для себя. Раз в 3 месяца, раз в 4, раз в полгода, каждый месяц сплатить, как хотите. И последний 40% вы будете оплачивать при заселении. То есть, начиная с 3-го квартала 2022 года. По квартирам у нас все, и по ценам тоже. Теперь осталось разобраться с инфраструктурой. Так как я уже сказал, что этот проект только начал строиться, и еще не до конца сделали шоу-рум, еще нет макета, и тем более клубного дома. Мы сейчас проедем 500-600 метров в предыдущий проект Blue Sky во Флориду. Там буквально где-то 3 месяца назад закончили строительство клубного дома. И посмотрим все вживую. Здесь будет примерно то же самое. Мы добрались до Флориды. Это у нас клубный дом. Мы сейчас на пятом этаже. Будем потихоньку спускаться вниз и смотреть, что на каждом этаже есть. Сразу подчеркиваю, что в проекте Ocean Horizon клубный дом, он чуть-чуть другой. Их там 3, они разные, но просто покажем, каким образом это может выглядеть в теории. Это место называется Coworking Place или место для работы, то есть то помещение, куда могут люди прийти, посидеть в телефоне, подключиться к Wi-Fi, поработать. Ну, то есть такое место для работы, не напряжное. Очень примечательно, что это помещение находится прямо напротив детской комнаты. Пойдем. Здесь уголок для самых маленьких. В Ocean Horizon также будет детская комната. Мягкие игрушки. Самому хочется поиграть, если честно. Ну, ладно. Потом, надо с ним поиграем. Пошли дальше. Если бы у меня в детстве такая была бы комната, я был бы самым счастливым ребенком. Это игровая комната. Здесь аэрохоккей, настольный футбол и вот такой вот мини-баскетбол. Я не знаю, как это назвать. Автоматы будут работать по жетонам. Надеюсь, что-то похожее будет и в горизонте. Следом идет здесь бильярд. Как мне нравится сочетание черных и красных цветов. Всегда. Это вот мое самое любимое сочетание. Когда в гонки играл на компьютере, всегда машина красила в красно-черный. Еще одна комната. Вот она точно будет в горизонте. Так, здесь правда очень темно. Сейчас попробуем свет настроить. В этом помещении у нас очень темно, потому что это игровая комната. Здесь вот установлены игровые приставки. Есть даже какие-то автоматы игровые. Здесь даже есть сидение гоночное. Вон, руль с лепестками есть. Газ, тормоз. В общем, ну, игровая комната. Можно здесь тоже не один час убить. И без разницы, сколько вам лет. Естественно, в горизонте будет спортзал. Выглядит он плюс-минус таким же образом. Ставят тренажеры. Всегда, как правило, всегда в больших проектах рядом со спортзалами ставят еще и сауны. Они стандартно разбиваются на женскую и мужскую зоны. Идут шкафчики для вещей. Здесь душевые туалеты. И здесь у нас турецкий хамам. И финская парная. Естественно, и сауна, и спортзал в горизонте будут. И также там будет зал для йоги. Как мне нравится то, что в каждом новом проекте застройщики пытаются переплюнуть все свои предыдущие достижения и сделать что-то лучше. Здесь очень приятно находиться. Этот зал похож. Он небольшой, естественно, но тем не менее, он вполне, ну, на мой скромный взгляд, подходит для занятий йоги. Но когда ты понимаешь, что это не какой-то специализированный зал, а это просто часть инфраструктуры, которой ты можешь пользоваться постоянно, от этого еще приятнее. Поэтому я очень рад, что застройщики в ПТЭ прогрессируют и совершенствуются с каждым новым проектом. Блин, ну они даже построили здесь маленький боксерский зал. И есть ринг, и капля, и тяжелый мешок. Даже кобру поставили, сделали для людей. Вон, даже перчатки хорошие, это Firetex, очень достойная фирма. Вся экипировка, все есть, приходи, занимайся. В общем, есть место, где можно просто выплеснуть тестостерон. Кстати, скоро будем снимать видео про бокс, поэтому следите за обновлениями. Мы поедем следить за моими друзьями, которые будут выступать здесь 30 июня. Обязательно сделаем видео для вас. Ну что, на сегодня у нас все. С проектом познакомились, показали, как может выглядеть инфраструктура в нем, показали вам локацию, местоположение. По цифрам тоже поговорили, рассрочки обсудили. Я думаю, полную информацию мы для вас предоставили. Если какие-то дополнительные вопросы появляются, не стесняйтесь, пишите комментарии и ватсапы, и звоните, и все, что угодно. Вот, а на сегодняшний день я с вами прощаюсь и всем до скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова